Книга «Открытый моком» 12-й том, тема крещения, вопрос 2618. Что помогает понять внутренний смысл Евангелия? Отвечает Игнатий Тихнич-Лапкин. Любовь к Богу и к Слову Его. Притча 12.1. Кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притча 18.2. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. 1 Коринфянам 8.3. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. Просите у Бога смирения и поймете, что церковь уже растолковала таинственный смысл Писания, и его нужно только усваивать в церкви, а не за пределами церкви, не в сектах. Еремия 6.16. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Крещение не наше, а Господне. Могло ли быть с неполным погружением? Понятно, что Израиль не сегодня водою пользовался и от заражения. Вода при жертвах очищала грязь, и море медное, и крытые ходы. Купальник для овец им возвращали мазь. Беда, где в водоносах нет воды. Крещение там, где погрузиться можно, воды в достатке скрыться, как в могиле. Зачем же раздеваться в бане ложной, где проповеди нет, там не мытье без мыла. Конечно, обрезание не просто взмах ножа, но операции, боль, страдания члена. На самом кончике потомства, как пожар, там удаление ржавчины от шлема, бессовестные, жадные попы, подручники, подельники, архиерея. Не жнут, но на песке рисуют уже снопы. Не из пшеницы, а из корней пырея. Традиции туманных заблуждений, предания, предательства от предков. Что можно обойтись лишь головым очением, поистине крещеных, встретишь очень редко. Нет погребения в воде и человек в беде. Он обречен влачить жизнь мертвеца в гробу. Им нежную тунику не выдали надеть. Дырявит ухо поп нетрезвому рабу. Обматнутая паства не воскреснет. Пасху и не сподобилось дать Богу обещание. Служит всей доброй совестью, освободясь от страха. Корабль сел на мель и к пирсу не причалит. Мой Иисус послушный глазу Яговы. Богоявление грядущим поколениям. Раскрепощение в погружении растворит оковы. Воскреснем вместе с ним извод крещения. 19 января 2005 года. Игнатий Лапкин.